Всем привет и сегодня мы говорим о недостатках и минусах часов G-Shock по версиям их потребителей. Первое и самое большое неудовлетворение, которое высказывает большинство клиентов, это внушительные габаритные размеры. И дело тут касается не столько веса полимерных часов, сколько в некрасивости крупных моделей на запястье руки, а также неудобности их ношения и неудобности согнуть кисть. Большинство базовых моделей G-Shock имеют габаритные размеры корпусов более 50 мм, но здесь стоит отметить, что линейка G-Shock представлена не только крупняком, но и более аккуратными моделями, например G-2900F, G-9000AW590-591. Правда эта коллекция Casio не может похвастаться большой номенклатурой таких небольших шоков. Учитывая длительную современную тенденцию к большим часам, противоударная коллекция Casio может оказаться в постоянном тренде и быть популярна еще очень длительное время. Еще в 2009 году совокупный показатель продаж в Америке достиг 50 млн штук, поэтому неудовлетворенность некоторых клиентов внушительными габаритными размерами часов сугубо индивидуально и субъективно, хотя и нельзя отрицать этого факта. Большим минусом многих моделей G-Shock является истираемость цветных корпусов. Особенно такой недостаток проявляется в камуфляжных и белых моделях. При этом многие жалуются на довольно быстрое изменение корпуса, где под краской хорошо проглядывается серый пластик. Такой случай не является гарантийным, поэтому никто вам не заменит часы на новые, поскольку такое истирание будет интерпретироваться как механическое повреждение корпуса в результате недобросовестного использования. Хотя в подавляющем большинстве случаев часы использовались максимум в контакте с одеждой. Такой момент необходимо обязательно учитывать, приобретая подобные модели G-Shock. Но не всех это останавливает. Достаточно очень сильно влюбиться в часы или следовать модному направлению, не вдаваясь в подробности технических характеристик. Проблемы связанные с ремешками всегда актуальны. В большинстве случаев просто так вы не подберете ремешок на свои часы, посетив какой-либо часовой магазин. Под соответствующую модель необходимо заказывать ремешки в сервисных центрах. Рекомендуем это делать заранее, когда вы уже наблюдаете, что скоро ваш ремешок выйдет из строя. В противном случае вы рискуете оказаться в роли такого себе ожидуна и хорошо, если на вашу определенную модель будет соответствующий ремешок в наличии. На задней стороне официального гарантийного талона Casio приведен список сервисных центров. Важный момент. Износ ремешка не входит в гарантийный случай, даже если он лопнул и у вас через месяц. Хотя такое практически не бывает, но случаи были. Далее. Недовольство многих клиентов противоударностью. Мол, никакие они не противоударные, посмотрите на мой корпус или стекло разбилось сразу. Тут важно понимать, что инженеры Casio вкладывают в понятие противоударности. Это защита механизма модуля часов от сильных механических ударов, конкретно для базовых моделей G-Shock, которые пользуются наибольшим спросом на мировом рынке. Безусловно, в часах премиум класса используются высокопрочностные материалы, алмазоподобные покрытия, которые приближают такие часы к идеальному желанию многих клиентов получить неубиваемые часы. Но мы рассматриваем базовые модели, поэтому не стоит в них кидаться поездами, а потом жаловаться, что часы не противоударные. Во всем должна быть мера и адекватность. Есть небольшой процент клиентов, которые видят в G-Shock детские часы с ненужным функционалом, а также со сложным способом их настройки. Кстати говоря, настройка G-Shock выполняется так же, как и настройка обычных спортивных часов Casio. Важно знать всю эту последовательность нажатия кнопок, она плюс-минус практически одинаковая для всех базовых моделей. Большинство людей не используют обычный и расширенный функционал G-Shock, поэтому приобретая часы, такие клиенты делают акцент исключительно на внешнем виде часов, а напичканные функции лишь способствуют их удорожанию. Но на самом деле трудно не согласиться, поскольку такое объяснение имеет место быть. Есть те, кто активно использует функции, но есть те, кому они просто не нужны. Зачем тогда переплачивать? Здесь все индивидуально и по многим минусам и недостаткам субъективно. А какие недостатки этих часов заметили вы? Пишите в комментариях и всем большое спасибо за внимание. Будьте счастливы и здоровы!